МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня вестники Свероадвинской итоги недели стал достоянием города символ Олимпиады музею пожертвовал факелоносец. Приняли решение, что городу отдадим. Ледовый дворец построят за два года. Город направляет первые 5 миллионов рублей. Реально строительство может начаться уже в 2014 году. В новый детский сад пойдут на год позже. Сдача БВГД снова откладывается. Подводятся сроки в связи с просрочкой производства некоторых видов работ. Вызвал скорую, оцени работу. Контроль за качеством медуслуг ужесточит реформа. Внутривенные инъекции, что делает медсестра. Потом инструментальные, все обследования. Коллекция городского музея пополнилась главным символом Олимпиады. В эфире «Вестник Свероадвинской» итоги недели с обзором наиболее заметных и ярких событий, уходящих с 7 дней в студию. Анна Бибикова, здравствуйте. Главный символ североадвинской части эстафеты Олимпийского огня отныне нельзя будет подержать в руках и сфотографироваться. Теперь он находится под охраной. В городской музей его решил передать факелоносец. В связи с открытием игр в Сочи в нашем городе провели около десятка олимпийских церемоний. В отличие от Сочи, в североадвинской олимпийский флаг подняли на рассвете. Дудками и плакатами вооружились воспитанники детского сада «Винни-Пух». Церемония открытия Олимпиады, конечно, бюджет не сочинской. Но радости здесь не меньше. Есть в «Винни-Пухе» и сами спортсмены соревнуются в биатлоне, лыжных гонках, хоккее и санном спорте. Опыты ребята набираются у именитых спортсменов. Малышка Шипулин, только о них знающие. Заберем мы все медали, нас не сделает Бердалин. Я знаю, что спортсмены 4 года готовились к Олимпиаде. А в 17-м лицее болельщики постарше. Здесь и факел настоящий, и факелоносец заслуженный учитель Российской Федерации. Борис Павлович Шокин на открытии Олимпиады во второй раз в 80-м был в Киеве. Еще в те времена пришлось пройти 9 оцеплений милиции. Стаканчики, которые мы сейчас пользуемся, пластиковые белые, и финская колбаса. Когда там каждый мог купить на стадионе, так делал, что довольны. Вот это я точно запомню. А некоторые даже стаканчики собирали и с собой брали, чтобы дома показали. Тогда такого не было? Тогда не было, да. В столовой лицее установили специальный экран. В течение двух недель следить за играми школьники смогут на переменах. Знаете, во сколько оно начинается? 2014. Своей семьей, с моей мамой, с моим братом. Ну, смотреть здесь, игруваться. Характерно, что здесь факел под номером 001. Александр Николаевич был первым, первым факелоносцем, который, так сказать, нес факел по улицам нашего города. Так создается современная история. Уникальный момент. Символ Сочи станет достоянием всех северодвинцев. Журналист, краевед и факелоносец Александр Бурлов решил подарить свой факел городу. Теперь, по решению мэра, он будет храниться в Краеведческом музее. Рядом с экспонатами Олимпиады 80. Дома хранили очень тщательно. Скрывали, где он находится и так далее. Но сферами следили, чтобы он никуда не исчез и так далее. И на мероприятия ездили только на машине. На семейном совете, Елена Семеновна, мой, так сказать, участник этих событий, приняли решение, что городу отдадим. Отныне Олимпийский факел под номером 001 сможет увидеть любой желающий. Вот только потрогать не получится. Теперь он музейный экспонат и находится под охраной. Анна Бибикова, Наталья Аскерко, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. И в продолжение спортивной темы. Ледовый дворец на стадионе «Беломорец» может появиться в конце следующего года. Городские власти уже готовы направить на строительство первые 5 миллионов рублей. Полная цена сооружения – 283 миллиона. С места будущей стройки Сергей Курбан. Так будет выглядеть Ягринский спортивный комплекс «Беломорец», когда там завершится строительство Ледового дворца. Сейчас здесь заканчивается возведение современного спортзала. Строители уже приступили к отделке внутренних помещений и наладке систем теплоснабжения. Финансируется проект из бюджетов всех уровней. Сейчас на очереди возведение Ледового дворца. Мы на сессии 20 февраля уже будем рассматривать вопрос. Значит, мэр города Северинска внес проект о выделении 5 миллионов рублей для того, чтобы мы сделали первый шаг по строительству уже крытого катка. Да, вот он будет находиться на этой территории здесь. Еще 50 миллионов рублей город перечислит в 2015 году. Остальную сумму 230 миллионов в строительство вложат в федеральные и областные бюджеты. В ближайшие дни, в ближайшее время мы уже будем иметь полную информацию по подготовке всех документов, необходимых для начала строительства. Реально строительство может начаться уже в 2014 году. И к концу 2015 года мы можем данный проект уже завершить. Ледовый дворец в 4000 квадратных метров может вместить на трибунах почти три сотни зрителей. Площадь искусственного льда составит 1730 метров. Там будет возможность вместо ледового покрытия, как и в Архангельске, или в других видах спорта, положить покрытие и проводить там не только на льду какие-то соревнования, но и тот же самый футбол, мини-футбол, флорбол, позволяющий иметь стандартную площадку, которых на сегодняшний день у нас, к сожалению, нет в городе. То есть 20 на 40 там мы сможем получить. Крытый каток решит проблему наших фигуристов. Восемь месяцев в году они вынуждены тренироваться в Архангельске. Содержанием объекта займется предприятие «Звездочка». Ему же в аренду город передаст и готовящийся к сдаче физкультурно-оздоровительный комплекс. Сергей Курбан, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Проверка финансовой деятельности грозит «Звездочке» и «Севмашу», сообщает и «Тартас». Не исключено, это связано с установленными фактами мошенничества на Приморском заводе «Звезда», где ущерб достиг 1 миллиарда рублей и заведено 7 уголовных дел. Наши заводы обещают проверить до лета. О других событиях недели в рубрике «Коротко». Тайну биографии автомобиля теперь можно раскрыть в интернете. На сайте ГИБДД заработал новый сервис. При покупке машины он поможет установить, что она, например, числится в угоне. Неправильно или вовсе не растаможено, числится в залоге у банка. Зайти необходимо на сайт гибдд.ру. На вкладке «Проверить ограничения» ввести ВИН-номер автомобиля, либо номер кузова или шасси. Компьютер тут же выдаст данные машины, марку, год выпуска, а главное – ее прежнюю историю. Пока сервис работает в тестовом режиме, ГИБДД планирует дополнить систему, чтобы можно было отследить всю историю автомобиля с момента производства или ввоза в страну, включая число владельцев и количество ДТП. Депутат областного собрания Олег Воробьев за аварию с покалеченным ребенком не ответит по всей строгости закона. Уголовное дело в Холмогорском районном суде закрыли за примирением сторон. Напомним, страшная авария произошла 15 сентября 2013 года на 1105-м километре трассы М8. В состоянии алкогольного опьянения народный избранник мчался по встречной полосе и столкнулся с двумя автомобилями. Суд признал депутата виновным, но он загладил вину материально. По информации СМИ, выплатил семье потерпевших 3,5 миллиона рублей. Партию «Единая Россия» Олег Воробьев покинул, однако до сих пор числится в составе областного собрания депутатов. Тем временем девочка по-прежнему учится жить без руки. За нефтяные пятна Севмаш оштрафовали. Решение вынес отдел надзора на море. Напомним, следы от нефтепродуктов в Никольском устье появились 22 ноября. Фактом утечки топлива сначала заинтересовалась спецпрокуратура. В действиях Севмаша усмотрели нарушение водного законодательства. При обнаружении пленки руководство предприятия не проинформировало органы государственной власти и местного самоуправления. Отдел надзора на море на Севмаш наложил штраф в размере 10 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную силу. Сроки сдачи самого современного детского сада в городе снова сдвинули. Сотрудники администрации винят архангельского подрядчика. Напомним, сначала БВГД-ку планировали сдать в сентябре 2013 года. Затем зимой. Когда дети все-таки пойдут в сад, выясняла Наталья Аскерка. Строительство самого просторного детского сада в городе, где на каждого ребенка в среднем приходится по 4 квадратных метра площади, снова затягивается. Сроки сдачи АБВГД-ки сдвигаются в третий раз. Когда осенью закончить работы на объекте не успели, подрядчики собирались финишировать зимой. Сейчас строители признаются, АБВГД-ка готова на 70%. Ведутся внутренние отделочные работы, то есть малярно-штукатурные. Ведется установка сантехоборудования, практически 100% выполнены работы по электроснабжению, то есть установлены все светильники, проведены розетки. В целом готовность порядка, может быть, 95-100% по электротехническим работам. Частично в здании окрашенной стены установлены двери, готовые некоторые туалетные комнаты. Почти закончены детсадовские компьютерный класс, единственный в Северодвинске. А вот в музыкальном зале видны только строительные балки. Виноват архангельский подрядчик, говорят, в управлении образования. Откладываются сроки в связи с просрочкой производства некоторых видов работ. В частности, подрядчик, который выполнял работы по капитальному ремонту оснований полов, по капитальному ремонту кровли и по капитальному ремонту крыльц и фасад здания. В судебном порядке управление образования планирует взыскать с подрядчика 3 миллиона рублей. Заявления уже направлены в арбитражный суд. А в городской администрации называют новый срок – 1 июля 2014 года. Садик, безусловно, будет введен в эксплуатацию, будет установлено все необходимое – игрушки, мебель, все остальное для того, чтобы ребята пошли в сад. Как бы нам это трудно не было, и с подрядчиками с нашими, вы знаете, как мы работаем, которые выигрывают конкурсы наши, но сад должен быть введен в эксплуатацию. То есть до осени жители соседних дворов на этот садик даже не могут претендовать. Для БВГД-ки уже готова вся мебель и компьютерная техника, установлено игровое оборудование на площадках, а внешнее освещение вообще строители называют лучшим в городе. Вопрос только в самом ремонте, ведь и в прошлый раз выполнить работы в срок подрядчики обещали и мэру, и областному министру образования. Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. На Северодвинской станции скорой помощи открываются больше 20 вакансий. Там набирают врачей и средний медицинский персонал. Потребность в дополнительных кадрах связана с реформой службы. Она повлечет за собой целый ряд нововведений. Эта бригада скорой помощи обслуживает вызовы первой категории сложности. Сердечные приступы, роды, ножевые и огнестрельные ранения. В ее составе обязательно есть врач, водитель и фельдшер. А вот присутствие медсестры всегда носило рекомендательный характер. В основном внутривенда, внутривышечные инъекции. Вот так. Там тоже сахар крови. Снятие электрокардиограммы, в принципе, обязанности все делятся пополам. С 1 июля набирать медсестер в бригады скорой обяжет закон. Работать они будут в паре с фельдшером, если бригада общепрофильная, а в специализированной бригаде еще и с врачом. Внезапная смерть человека. Мы приезжаем. Здесь необходимо сразу же начинать внутривенные инъекции, что делает медсестра. Потом инструментальные все обследования и оказание помощи. Например, искусственную пиляцию легких, непрямой массаж сердца. Это делает обычно фельдшер. И врач всем этим руководит. В связи с этим Северодвинская станция сейчас нуждается в 10 врачах, 5 фельдшерах, медсестрах и одном медицинском психологе, так как работа в скорой наполнена суровой романтикой. В скорой также появится специалист по контролю качества оказания медпомощи. По телефону он попросит пациентов поставить оценку медикам. При госпитализации больного бригада скорой помощи передает врачу приемного отделения с росписью карты вызова. То есть тот врач, который принимает приемное отделение, должен расписаться, чтобы больной не поставлен. Это тоже правильно, это юридические вопросы. Больного скорая привезла, взяла приемное отделение, должно быть это сфиксировано. Часть реформы скорой помощи северодвинцы уже ощутили, когда ее поделили на скорую и неотложную. Первая отныне выезжает лишь на экстренные вызовы, а вторая посылает к больному участковых врачей. Вызвать докторов отныне можно по трем номерам, привычную 0-3, 103 и 112. Но по словам медиков, главное в новом законе то, что скорая как была бесплатной, такой и останется. Анна Бевикова, Семен Тарасов, Вестник, Северодвинска. Будьте в курсе всех событий города и области 24 часа в сутки. На 16-й кнопке в сети МТС и на 4-й в сети Ионит Телеком работает наш новый телеканал ГТРК. Настройтесь на новое телевидение ГТРК, первый круглосуточный канал в Северодвинске. Если выходные вы решили посетить стоматолога, не забудьте поздравить его с профессиональным праздником. Его отмечают сегодня. Древние стоматологи использовали прототип первой бормашины еще 9 тысяч лет назад. Это доказывает найденные археологами останки людей с идеальными отверстиями в зубах. Диаметром 1,3 мм и глубиной до 3,5 мм. О данными синоптиков с нами поделится дежурная Небесной канцелярии Ирада. Следующая неделя примет весенний характер. Столбик термометра так и стремится к нолю. Здравствуйте! Небесную канцелярию смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске олимпийские символы руками жилищников в снежной городке оценила жюри. Было тепло, поэтому вообще в удовольствие все лепилось. Легендарный Наган снаружи и изнутри. Школьникам рассказывают об истории оружия. О технических достоинствах и недостатках оружия того времени. Тайна любимых игрушек раскрыта. Юные ученые изучают физику на киндер-сюрпризах. Они сказали, если бы у нас вели так физику. О метео- и астропрогнозах вам расскажет Небесная канцелярия. 9 февраля по данным Гесметио в Северодвинске ночью ожидается 6 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется до отметки минус 1 градус. Пасмурно, небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и составит 755 миллиметров ртутного столба. Воскресный день посвятите отдыху. Как говорят астрологи, не самое лучшее время для важных дел. Дайте себе и близким отдохнуть от накопленных событий. Расслабьтесь и доверьтесь интуиции. А вот к вечеру свою энергию можно тратить и активно. Я желаю вам приятного дня. До свидания. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Впервые в Северодвинске 3 марта в 19 часов в ЦК ИОМ Вика Цыганова. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Буду песни вам петь и вином угощать. Прямые вылеты из Архангельска в Турцию, Испанию, Грецию, Египет и Тунис. Русо Туриста, магазин горящих путевок ждет вас на Ломоносово 100 и Советской 58. Внимание! 11 и 12 февраля в НТЦ «Звездочка» в городе Северодвинск на острове Ягры и известные меха Севера. Ощутите уют и тепло вместе с нами. Сенсация! Шубки из норки от 49 900 рублей. Успей купить! Есть новости! Звони! Горячие линии телерадиокомпании «Северодвинск» 8 960 004 07 67 Билайн 8 911 5 50 30 08 МТС городской номер 50 30 08 Телевидение твоего города Телерадиокомпания «Северодвинск» Олимпийские символы и русские народные персонажи из снега отныне обитают в городских дворах. Постройки – результат участия в конкурсе на лучший снежный городок. Претендентов на главный приз оказалось немного. Снега на постройку хватило только пятерым участникам. Этот олимпийский мишка во дворе дома номер 57 по улице Ломоносова – дело рук сотрудников управляющей компании. Специально для конкурса они построили из снега целую площадку. Здесь один за другим расположились символы игр. Очень сложно было найти снег, потому что в этом году его выпало мало. И для этого мы специально заказывали трактора, которые нам помогли сделать такие замечательные большие горы. Строить было только из-за мороза. То есть первые дни, которые были морозные, а вот в течение там на неделю, вот в среда, четверг там было тепло. Поэтому вообще в удовольствие все лепилось. По словам оценивающей комиссии, именно снег стал причиной малого количества участников конкурса «Лучший снежный городок». За призовые места поборются лишь пятеро участников. По сравнению с прошлой зимой, это в два раза меньше. В этом году оценивают ледовую композицию семьи «Оберемок» на Северной 4, остальные – творения управляющих компаний. Очень хорошие дворники у нас, замечательные. Все на них свалили. И уборку, и украшение двора, и все. Они даже и цветочки садят, и все. Замечательные у нас дворники. В итоге нравится, что получилось? Очень хорошо у них получилось. Очень. Молодцы они у нас. Критерии отбора такие. Архитектурная композиция, эстетика сооружения, законченность композиции, и чистота материала, то есть чистота снега. Фигуры разные. Вот мы смотрим уже третий снежный городок. И, в общем-то, впечатления хорошие, конечно. Но желательно, чтобы в следующем году было больше участников. В снежных городках участников есть и цветной полиэтилен, и тряпичные куклы. Разнообразие материалов только повысит шансы на победу. Лучший городок получит 15 тысяч рублей, грамоту администрации Северодвинска. За второе место полагается 13 тысяч, и за третье – 10. Имена победителей станут известны на следующей неделе. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Револьверы в руки взяли школьники, но полиция по этому поводу не беспокоится. Ведь в городе проводятся занятия о легендарном оружии 20 века. Можно послушать не только лекции, а изучить автоматы и пистолеты изнутри. На первом уроке побывал Сергей Курбан. Вот так, в русскую рулетку, когда-то играли офицеры царской армии. Мы, конечно, судьбу испытывать не будем, да и оружие не боевое. Револьвер системы «Наган» прошел долгий путь от службы царской армии до советского времени. До сих пор это оружие стоит на вооружении военизированной охраны различных закрытых предприятий. От истории создания до неполной разборки. Интерактивное занятие для любителей оружия провели представители военно-исторического клуба «Северная Двина». Это одно из серий занятий об оружии 20 века. Знакомство с легендарным револьвером «Наган» оказалось интересным для публики всех возрастов. Дело в том, что я в прошлом военный, то есть имею определенный опыт в службу, конечно, приходилось стрелять и пользоваться различным видом оружиями. Было очень интересно услышать мнение современного специалиста о технических достоинствах и недостатках оружия того времени. На вооружении царской армии знаменитый бельгийский семизарядный револьвер «Наган» калибра 7,62 поступил в 1895 году. Для того времени оружие было настоящим технологическим прорывом. Изначально было две модификации для солдат и офицерского состава. В первом случае после каждого выстрела владельцу приходилось вручную взводить курок, а офицерская версия имела специальный механизм. До 30-х годов 20 века «Наган» был единственным в Советском Союзе личным оружием военных, милиции и спецслужб. Позже на его место пришел герой, о котором организаторы расскажут уже в среду. Затем у нас будет занятие, посвященное пистолету ТТ. Дойдет очередь и до автомата Калашникова, и до автомата ПКШ. Занятие проводят члены военно-исторического клуба «Северная Двина», не только наш командир, но и также ребята, которые привозят свои макеты. В молодежном центре также обещают рассказать о пулеметах Дегтярева и Максим, минометах и гранатометах. Курс рассчитан до 22 марта. Занятия проводят каждую неделю, в среду и воскресенье в молодежном центре. Сергей Курбан, Семен Семегулин, вестник Северодвинска. Как выполнить петлю Нестерова на велосипеде и как одной лазерной указкой осветить целое помещение? Ответы на эти вопросы знают шести и семиклассники 17-го лицея. В рамках недели науки там прошел урок «Чудо физики». Секреты некоторых фокусов теперь готова раскрыть моя коллега. Это не игра в докторов, а урок «Чудо физики» в 17-м лицее. На примере шприца и шарика ученики 6-го класса изучают закон Паскаля. Здесь проходит неделя науки. С настоящей физикой эти ребята еще не знакомы, так что ищут ее в привычных игрушках. Вот так Саша Борзенков узнает о свойствах центрифуги. Без помощи учителя разобрать головоломку пока сложно. Я пыталась сам сделать, но никак не получалось. А что оказалось? Оказалось, что было очень легко. Надо было просто покрутить ее и все. Понравилась штучка, которая такая в виде спиральки, которая по лестнице сама спускалась. Штучкой современные школьники называют знакомой всем взрослым радугу, а с помощью игрушек из киндер-сюрприза ребята выполняют петлю Нестерова и узнают секреты цирковых фокусов. Оказывается, между такой птицей и акробатами на канате много общего. На высоте они держатся благодаря механическому явлению. А эта игрушка по легенде физика исполняет желание, но мечта сбудется только у того, кто сумеет напоить дельфина сверху. На практике это показывает свойства насыщенных паров, а на деле еще и доказывает, что за мечту нужно держаться обеими руками. Фокусы школьникам показывает заслуженный учитель физики Российской Федерации Борис Шокин. С такими уроками он объехал полстраны. Детей помладше просто удивляет, а старшим раскрывает суть каждого явления. Физика есть. Каких игрушек? У него все. Вот это я объясняю. Чтобы не ломали, а разбирались. В Томске, когда выходили, они сказали, если бы у нас ввели таквистику. Понятно, да? И этим все сказано. Кстати, игрушки Бориса Павловича и его собственная коллекция. Экспонаты дарят коллеги из школы на каждый день рождения. Неделя науки в лицее продолжится завтра уроком в 3D формате и лекциями о нобелевских лауреатах. А сегодня шестиклассники заверили, дома посмотрят на свои игрушки уже с другой стороны. Научной. Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. И на этом у меня все. Чем удивить нас следующая неделя. Узнаем в понедельник обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам. Телефон для СМС-сообщений 911-550-3008 или звоните номер 50308. А я напоминаю, наши новости вы можете смотреть на канале «Звезда» и на первом круглосочном телеканале Северодвинска ГТРК. Я с вами прощаюсь, смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»!